Чао, дорогие мои, с вами передача Утренняя почта, ее почтальон Валерий Утрозин и наш гость Павел Медведский. Всем доброе утро. Мы беседуем с активистом движения Мотолибера, пока вы пьете вашу утреннюю кафу. Давай познакомимся, где живешь, кто по жизни, чем занимаешься. Ну, живу я в баре уже вот второй год, скоро пойдет третий. Переехал сразу после того, как экзамены сдал. Собственно, сдал ЕГЭ, переехал сюда. Занимаюсь очень много чем, в основном, наверное, ремонтом всякой электроники, кучей хобби, помимо этого. Как-то так. На самом деле, рекомендую Павла, как ремонтика всякой электроники. Он мне починил ноутбук, заменил экран, он мне починил VR, телефон починил. В общем, очень полезный человек, если у вас что-то сломалось. Обращайтесь. Да, весь спектр ремонта. Во сколько у тебя начинается утро? Утро, наверное, часов восемь в половину седьмого. Ну, это привычка, наверное, со школы еще, потому что в школе пары начинались в восемь тридцать. Мне приходилось вставать в семь тридцать, в семь сорок. И вот за двадцать, за тридцать минут я успевал проснуться, умыться, позавтракать и как-то там бегом-бегом добраться до школы. Ну, а сейчас эта привычка просто осталась, потому что удобно в это время просыпаться. Но в будущем, наверное, к осени хотелось бы перейти на более адекватный режим. Ложиться намного раньше, вставать намного раньше, ложиться, я не знаю, часов в девять-десять, вставать в пять-шесть, чтобы вот это вечернее дураковаление сводилось к минимуму, чтобы можно было больше на работе концентрироваться на каких-то задачах, которые интересуют. Потому что вечером все равно не работаешь, нифига. На самом деле, утром-то сейчас лучше вставать, когда солнышко рано, а осенью-то оно будет поздно всходить. Да, 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 ну это на самом деле актуально ближе сейчас, потому что... Это сейчас актуальнее, потому что сейчас днем очень жарко, а в июле будет еще хуже. А завтракаю, ну на самом деле, как-то гастрономические привычки, экстрономическая дисциплина не развита совсем. Вот опять же из-за такого расписания жизни, что я ложусь как можно позже, встаю еле как, чтобы успеть там все сделать, что запланировал. И, соответственно, там я могу не позавтракать или позавтракать как попало. Но всегда пью чай. Чай люблю очень сильно. Чай каждое утро обязательно. Без чая я с дома не выхожу. Даже термос тебе купил недавно, очень хороший. Интересно, как ты тут... Тут с чаем-то не очень, с черным, или ты какой-то другой пьешь? Да, с чаем очень плохо, и мне из России по знакомству присылают всякие чаи. В основном это всякие таежные сборы, очень вкусные. Понятно. Чем занимаешься сейчас в Монтелиберо? Сейчас в Монтелиберо... Ну, до недавнего времени я был в Совете Ассоциации, но это уже немного другой вопрос на самом деле. Но... Да, что-то не знаю, чем. Ну, оказываю услуги для членов Монтелиберо. Ремонтирую электронику всякую им. Кроме того, завтраки, ланчи я вот помогал проводить какое-то время. Ну, как-то сейчас даже больше ничего не могу вспомнить. Но ты можешь, наверное, больше назвать, но... Волонтером я был на фесте, опять же. В Сити помогаем мы ремонтировать с отцом. Какой чатик больше всего читаешь сейчас из Монтелиберовских? Из Монтелиберовских, ну, кастрюльки, как всегда. Кастрюльки, понятно. То есть ты об... Трёп сложно читать. Ты как бы погружен вот именно в такую внутреннюю хозяйственную жизнь, текущую именно локального сообщества. Потому что в Трёпе обсуждается... В Трёпе обсуждается слишком много тем, не совсем актуальных, да. И Трёп иногда приходится оставлять на выходные почитать. Да его даже пропускать иногда можно, чего уж там. Да. Айч, что запомнилось тебе из последних событий? Из последних событий... Из последних событий я недавно узнал, что, оказывается, фестиваль Монтелибера, который пройдёт в этом году, планируется как трёхдневный фестиваль. Я очень удивился. Интересно было бы, конечно, на это посмотреть, но я думаю, я ещё поучаствую в подготовке фестиваля. В подготовке Сити, в волонтёрстве, ещё в чём-нибудь обязательно. Тебе кажется, хорошо или плохо, что он будет три дня подряд? Я думаю, хорошо, потому что, ну, там, можно будет намного больше активностей каких-то провести, можно будет с кем-то дополнительно познакомиться, не знаю, можно будет какие-то новые пространства найти для либертарианцев. Ну, как бы, наверное, лучше всё-таки. Потому что так все приехали на один день, посидели тут там буквально с середины дня до вечера и разъехались, кто куда. Или там разошлись по своим делам. А тут будет такая продолжительная тусовка интересная. Да, тоже с нетерпением жду в фестивале. Очень хочется потусить три дня подряд. Факт о либертарианстве, а там коптят. Всё, что может быть использовано для укрепления государства, будет использовано для укрепления государства. Поэтому, если либертарианское сообщество не желает вырастить государство внутри себя, ему следует избегать создания любых постоянных структур. В идеале структуры должны создаваться только под конкретные задачи и распускаться сразу после их решения. Или после того, как оказалось, что созданная структура решает задачу неэффективно. Что тебе сейчас не хватает? Ой, не хватает сейчас... Ну, у меня вот напряженные какие-то последние месяца-два. Потому что сейчас я живу в университете, учусь, у нас сейчас экзамены. И одновременно с этим приходится тут какие-то чудо-домашние дела делать, какие-то ремонты приходится делать. И хочется куда-нибудь уехать, отдохнуть. На какое-то продолжительное время, может, на неделю, на две. Может, на море, да? Да, на море. Оно же так далеко. Не добраться до него. Хочется просто поехать куда-нибудь. На продолжительное время, наверное, на машине, может быть, с палаткой. И посмотреть Черногорию, посмотреть Сербию, посмотреть Боснию, где-то поплавать. Вот у меня гидрокостюм лежит. В море плаваю постоянно. Где-то там, не знаю, на гору какую-нибудь залезть. Где-то просто в палатке поспать, костер пожечь. Ну, с костром надо поторопиться. Скоро, наверное, запрещат тут костры. Да, к сожалению. Тут либо рыбалку запрещают, либо костер запрещают. И вообще ничего делать нельзя. То есть рыбалка и костры не совпадают? Да, рыбалка и костры по времени не совпадают никогда. Вообще, просто привычка такая какая-то сложилась еще в России. И отдых активно организовывать. А расскажи про университет. Про университет расскажи. Это местный университет? Государственный, частный? Что это вообще такое? Не все, наверное, знают. Да, это местный университет в Подгорице. Называется университет Доньюгорица. Находится, собственно, на окраине Подгорицы. Это... Я не знаю точно, в каком он статусе находится. Потому что он как будто бы что-то посередине. Частично государственный, частично частный. Потому что... Ну, деньги им вроде как какие-то выделяют. Но... Но преподавание все равно очень такое. Короче, строят из тебя то, что хотят. Особенно если ты хочешь получать там высокие оценки. Тут десятибальная шкала оценивания. Если ты хочешь получать девятки и десятки, тебе надо обязательно ходить дополнительно к преподавателю и согласовывать эту оценку. Что может быть, ну, не очень приятно. Потому что на некоторых предметах прямо активно давят такой какой-то черногорской повесточкой. Интересно. Будем ждать, как будут развиваться события. Ну, я вот сам буду ждать, потому что... Учиться пока не очень понятно. Потому что обучение все происходит на черногорском, на сербском языке. И местами сложно. Первый вот семестр было достаточно легко, потому что там темы совсем простые были. Даже на незнакомом языке можно было что-то понять. А вот сейчас незнакомые темы на незнакомом языке. И уже что-то я понимаю, что отстаю немного иногда. Ну, ничего. Первые четыре года будет сложно, а потом полегче. А в этом кончится все. Эксклюзивный вопрос от ведущего. То есть от меня к тебе. Для чего ты вступил в ассоциацию Монтелибера? Ну, это произошло после того, как меня на завтраке немного загрузили. Нет, на ланч, на ланч. Я проводил ланчи в апреле еще, наверное. И я как-то начал рассказывать про Монтелибера. Что-то рассказывал, рассказывал, рассказывал. И тут понимаю, что темы заканчиваются. А рассказывать еще что-то надо. Потому что в Монтелибера куча всякой движухи. Тут и там и третий фонд живет. И какие-то там социальные сети на биткоине строятся. И еще куча всего происходит. А я рассказать об этом не могу, потому что я не знаю. Опять же, сказывается всякая загруженность. И дела, и учеба, и остальное. И, ну, чтобы как-то вести себя в курс дела, я вступил в ассоциацию. А потом даже в совет ассоциации вступил. Вот. Где бы был там полтора-два месяца. Понял, что не готов выполнять сейчас обязанности советника. И вышел из совета. Так и запишем. Зашел в ассоциацию в образовательных целях. Да. Но не для того, чтобы кичиться, конечно же. Следующая рубрика. Слово дня на Черногорском. Я говорю, слово ты говоришь, что оно значит. Или, если не знаешь, пробуешь угадать. Ну, тебе, наверное, будет просто. Ты даже учишься на Черногорском. Чего уж там. Предузетник. Ты не знаешь, что я слова знаю. Предузетник. Да. Это что-то вроде представитель или президент или кто это. Нет, это предприниматель. Предприниматель, точно. У нас был предмет. Точно, точно, точно. У нас был предмет такой в университете. Предузетничество. Предпринимательство как раз называется. Но я его не выбирал. Надеюсь, с этой передачи ты это уже слово запомнишь. Тем более, ты сам являешься предузетником малым. Не знаю как. Наверное, так и есть. Малый предузетник какой-нибудь. Ну, да, наверное. И, собственно, дальше вопрос от предыдущего участника, связанный с этим словом. Какие главные проблемы и какие возможности для малого бизнеса в Черногории ты видишь? Какие проблемы? Проблемой, мне кажется, является рынок местный. Потому что на местных работать очень тяжело. Ну, особенно всяким иммигрантам по наехавшим. Потому что местные такие, как бы, закоренелые. Они, ну, скажу по своему опыту. Там черногорцы некоторые вещи вообще, например, не хотят чинить. Некоторые вещи на помойку выкидывают. То есть, очень зачастую безответственно относятся. Иногда очень гордо относятся, чтобы там кому-то незнакомому отдавать в ремонт. То есть, у них тут свои какие-то междоусобные отношения. Машину ремонтирую у друга, телефон ремонтирую у брата. Да, поэтому зайти на местный рынок может быть очень сложно. А что еще я хотел спросить? Какие возможности для малого бизнеса видишь? Возможности? Да, огромные возможности. Ну, как бы, страна не очень развитая в плане бизнеса. Я думаю, тут очень много можно развивать. И какие-то темы, которые уже есть в России, есть что-то совершенно новое. И буквально что угодно. Огромный простор для бизнеса. Ну, то есть, можно делать практически все. Главное преодолеть вот это сопротивление местных, чтобы они начали пользоваться услугами своими. Да, но как его преодолеть, еще до сих пор не очень понятно. Потому что я, например, только русофоном всяким смартфоны чиню. И все остальное. Если там украинцам, белорусам, русским, только они в основном обращаются. Ну, и со снабжением тут проблема. Потому что запчасти те же или еще что-нибудь. Многого тут нет. А везти это из Сербии. Надо с кем-то договариваться, выстраивать какую-то логическую цепочку сложную. Не представляю себе пока, как это сделать. И не заплатить кучу денег. И ни с кем не поругаться. Следующая рубрика «Вопрос от гостя к ведущему». Спроси у меня что-нибудь интересное. Я хотел у тебя давно спросить. Как ты попал в либертарианскую партию? Как давно ты в ней? И вопрос этот основан о том, что Михаил Светов, когда записывался в клубе, еще в первом клубе Монтолибера, когда там писали подкасты, недавно совсем, он сказал, что приехал сюда, зная тебя, что ты организовывал какую-то из его лекций, по-моему. Так, ну, собственно, в либертарианскую партию я вступил весною 2017 года. Достаточно активно там начал по-всякому активничать. Через некоторое время запал немножечко, спал. Потом пошли вот эти внутренние терки. Году в 2020 я, по-моему, вышел в сторонник, чтобы в этом особо не участвовать. В итоге сейчас я сторонник обоих либертарианских партий для того, чтобы поддерживать с ними отношения, в каких-то чатиках состоять и что-то там писать про Монтолибера и звать их к себе. Я на все вопросы ответил или еще что-то спрашивал там? Думаю, да. Вполне удобно устроился. Хорошо бы это придумал. На двух стульях, так сказать. Хорошо, что они не как в классике. Да, самое интересное, что сторонником обоих партий быть можно, а членом обоих партий быть нельзя, естественно, потому что они по российскому законодательству стараются себя вести, а по российскому законодательству можно быть только членом одной партии. Хотя это проверить очень сложно, потому что партии нигде не публикуют эти списки, и как это проверяется, неизвестно. Разве что там из публичных каких-то заявлений можно замутить расследование. Вот таким образом. Вопросы от зрителей. Анонимы спрашивают. Когда личные токены сделаешь? Вот я по-любому, по-любому СОС какой-нибудь спрашивает. Личные токены сделаю, когда будет стабильный оборот ремонтов, или стабильный оборот денег хотя бы с этих ремонтов. Может быть там ремонтов, я не знаю, 80 в месяц хотя бы будет стабильно. Можно будет запускать токены и выводить их на рынок. Потому что сейчас, я думаю, что цена у них может сильно прыгать у этих токенов. Ты можешь, в принципе, выпустить не привязанные к услуге или к своему времени, а просто привязанные к евро. А, ну это не так интересно, наверное, да. Если привязанные к конкретному человеку, тогда там можно купить, допустим, сейчас их подешевле, чтобы тебе потом через год, когда ты заматеряешь и за ремонт будешь просить в два раза больше, можно будет этим воспользоваться. Можно так и делать, да. Вон у меня ремонт идет в комнате. Можно на него токенами заработать. Ну ждем-ждем, когда у тебя наладится постоянное, когда бизнес встанет на ноги, твердо. Это наладится либо когда учеба закончится, либо когда проблемы бизнеса черногорского решатся. Ну учебу ждать долго, проще, наверное, проблемы бизнеса черногорского решить. Поднатужимся и загодим, все разговариваем. Да, личное событие гостя. Расскажи, чем хочешь с нами поделиться. Личное событие, личное событие. Ну я не знаю, что еще рассказать, но могу рассказать про хобби местное. Тут в Черногории, оказывается, очень развита, ну как и везде на Балканах, развита культура морская подводная охота. Это, соответственно, и дайвинг, и подводная охота. И тут там огромное сообщество людей, которые этим занимаются, и плавают постоянно, и профессионалы есть всякие мировые. Вот. И я недавно себе купил лицензию на подводную охоту, на морскую рыбалку. Вот даже ружье присмотрел себе, подводное новое, буду на днях заказывать. Ну а с рыбаками местными пока не очень получается познакомиться, потому что... Ну потому что они тут иногда плавают со всякими лицензиями на плавание. Ну более официальными. Потому что по факту для морской серьезной охоты, там рыбалки, ну охота в первую очередь для дайвинга нужны лицензии, потому что это опасно все-таки. Ну очень интересно. И там надо проходить технику безопасности и все остальное. Я не хочу этим заниматься. Я пока сам по себе плаваю. Но стараюсь... Они просто тебе, наверное, это... Не хотят сдавать рыбные места, поэтому и не знакомятся. Может быть, может быть. Но все равно технику безопасности в плавании недооценивать просто нельзя. Это да. Интересный абсолютно форекс, факт. Я от этого страшно далеко. С удивлением узнал, что такое есть. В общем, наверное, есть какие-то люди, которым это будет заинтересовано. Но вот обращайтесь к Паше, он сможет рассказать. Да, но вообще... В основном это концентрировано, насколько я понял, в Италии и в Греции. Потому что в Италии и в Греции самые известные места всякие там для плавания, для охоты. Ну и там, соответственно, основное производство всяких ружей, гидрокостюмов, грузов и всего на свете. Что там надо для плавания. Ой, да что тут до Италии плыть-то? Всего на тузик и до греб. Предложи, кого бы ты хотел видеть в следующем выпуске. Кого бы я хотел видеть? В совете ассоциации был человек такой интересный. Игорь Бардин, по-моему. Я его помню еще с проведения МТЛ-феста. Он очень приятный показался. Мне такой очень образованный, очень классный в общении. Хорошо, позовем и какой бы вопрос ты ему задал. Ух, что-то вопрос из головы вылетел. Думал, какой ему вопрос задать. Да про фестиваль спроси, в принципе, нормально. Думаю, реально ли организовать еще один клуб, где он живет, в Будве. И насколько ли реально разделить Черногорское Монтелиберо на две части. Как бы там может в Будве часть, в баре часть и проводить там завтраки, ланчи, пивные встречи вечерние почаще, чтобы люди встречались и про Монтелиберо узнавали больше. Потому что все равно завтраки и ланчи это основное, наверное, притяжение для либертарианцев, переехавших. Ага, понятно. Интересная тема. Рубрика Call to Action. Призови людей делать что-то, что ты сейчас считаешь важным. Самым важным, я считаю, забота о своем здоровье. В приближающийся клещевой период это особенно актуально, я считаю. И поэтому всем людям, которые выходят в лес, которые даже не выходят в лес или живут рядом с природой какой-то, любой в принципе, советую осматриваться на клещей, потому что клещи представляют большую угрозу для жизни. А лучше всего и осматриваться, и прививаться, и носить правильную одежду, потому что тут клещей я уже видел несколько десятков раз и на собаках, и на себе. И обернуться может очень опасно, потому что энцефалит неприятная для жизни вещь. Но я так понимаю, тут и не энцефалитные места все-таки. То есть что-нибудь другое можно подцепить, а энцефалит это вроде нет. Ну, может быть, но клещи все равно переносчики, так что мы вот в Сибири, например, когда жили, мы просто каждый год прививались. Ну да, но Сибирь, она как раз энцефалитная, она в этой области, вот где эпидемиология-то идет. Да, ну в целом тема важная. Я со своей собаке постоянно тоже клещи снимаю, она там по траве бегает, их много цепляет. Дополнительно хочу призвать, что если у вас что-то сломалось, не стесняйтесь, несите. Паша он обязательно починит. В общем, это пока не дорого, пока он учится, пока еще не получил свои 80 заказов в месяц, так что пользуйтесь случаем. А я со своей стороны призываю подписываться на этот канал, ставить лайки этому видео, писать, как оно вам понравилось, писать вопросы следующему гостю. Ну а мы прощаемся с вами в следующий раз. Мы увидимся в пятницу. Чао. Всем пока.